Что это может значить? Это у нас оптимат 400 ампер, с рассыпителем MR1, так вот моргает. Нагрузка у нас тут 0, так это у нас аварии, все так вот оставляю закрываю, вроде все нормально. И опять начинает моргать. Вот нагрузка у нас реально копеечная. Моргает также и при снятой батарейке. Интересно, интересно. В общем, обратился я по этому вопросу в техническую поддержку КАЗа. У технической поддержки получил очень интересный ответ о том, что микропроцессорный расцепитель работает при рабочих токах от 0,3 от номинала по каждой фазе. А иначе ему не хватает питания, чтобы запуститься. Вот такой был ответ. То есть для нашего случая ток по какой-то одной из фаз должен быть не менее 120 ампер. Либо это, в принципе, может быть 40 ампер по трем фазам. То есть токи он пофазно суммирует. Вот у нас выставлен номинал 400 ампер. То есть 0,3 от 400 это как раз и получается 120 ампер на фазу. И, в принципе, так оно и есть. Вот сейчас нагрузка на фидере составляет порядка 67-70 ампер по каждой фазе. И, как видите, здесь у нас светодиоды моргать перестали. То есть при таком токе рассыпитель находится в рабочем режиме, так сказать. Хотел уже было выводить данный фидер в ремонт и тестировать непосредственно сам рассыпитель с помощью разъема тест. Ну, с помощью режима тест. Ну, как видите, все здесь работает. Тогда у меня встает два вопроса. Почему на соседних автоматах, также при минимальной нагрузке, ну практически ноль, он не моргает, как новогодняя елка, как это было вот в этом случае. Это первый вопрос. И второй вопрос, наиболее интересный. Как же так получается? При малых токах нагрузки рассыпитель у нас не может запуститься. То есть, если маленький ток, но кабель у нас находится под напряжением, и вдруг на другом конце, да, либо не на другом конце, а в середине кабеля просто взяли его, перерубили, экскаватором зацепили. А нагрузки, допустим, в этот момент не было. В случае короткого замыкания пойдет большой ток через него, он быстро запустится, увидит этот ток и произведет соответствующее отключение. Ну, как это все быстро произойдет? Бог его знает. Вот у нас еще один соседний оптимат 400 ампер. Ну, он выставлен на ток рассыпителя 200 ампер. Вот 200 ампер у нас здесь. Нагрузка на фидере составляет 0. Ну, холостой ход, то есть, с другой стороны пока подключена ВРУ и нагрузка практически равна нулю. Видите, по всем трех фазам. По амперметру аналогично, то есть, 200 на 5. Так, около нуля стрелочка. Тем не менее, данный экземпляр, данный автомат, у него рассыпитель здесь не мигает поочередно, как это было в том случае. Хотя нагрузка, еще раз повторюсь, здесь практически отсутствует. Вот это вот смущает. Если уж производитель пишет так, то это должно прослеживаться, наверное, на нескольких экземплярах автоматов, а не на одном единственном. Вот у нас еще один экземпляр, тоже Optimat D 400 ампер, тоже на этой же подстанции. Рассыпитель у нас выставлен на 400 ампер, как я вам показывал в первом случае. Это второй ввод на одну и ту же подстанцию. И вот, как видите, нагрузка сейчас также ноль. Один, два, три. Все по нулям. Тем не менее, как вы видите, никакого поочередного моргания светодиодов на рассыпителе нет. Еще мне прислали видео в личные сообщения по аналогичному автомату, оптимату Каазовскому, где постоянно мигает светодиод авария. При этом нагрузка по фазам где-то около 11 ампер. Нагрузка ровная. То есть, вообще, такого режима, согласно руководству по эксплуатации, нет. То есть, авария должна гореть красным, либо не гореть вообще. Если гореть красным, соответственно, это аварийный режим. На что он тоже написал в техническую поддержку. И ему ответили аналогично, как и мне. То есть, минимальное значение рабочего тока рассыпителя должно составлять не менее 0,3 от номинала для его запуска. Но в этом случае у меня, например, светодиоды моргали поочередно все три, а у него мигала только авария. Вот такой вот нюанс. Ну и также они ему рекомендовали провести проверку с помощью теста. Самотестирование рассыпителя. В общем, это для нас пока что новые аппараты. Массового применения у нас их нет. Они у нас только-только вот пошли устанавливаться вместо вот таких вот А-3140. Больших гробов таких. Кстати, об этом автомате у меня есть очень подробное видео, как я его ремонтировал, как я его прогружал. Переходите по ссылочке в описании и смотрите. Аппараты и вполне ремонтопригодны. И быстро меняется у него тепловой рассыпитель при необходимости. И в принципе он очень хорошо подвержен ревизиям. Вот видите, у нас тут целый ряд их. Также есть и габаритом поменьше А-3130. Тоже вот аппараты. Тоже у нас их предостаточное количество. Год 2, это 3140. И вот мы эти все аппараты стали потихоньку менять, производить замену, так сказать, производить ретрофит. Можно назвать и так. На более современные автоматы с современными рассыпителями, которыми удобно корректировать уставку. У которых видно токи срабатывания. Вот 2000 ампер, 2400. Вот разные срабатывания, видите, были. То есть для эксплуатации это очень удобно. Соответственно мы и переходим на более современное оборудование, что есть правильно. Тем не менее сталкиваемся вот с такими вот неудобствами, неисправностями, замечаниями, в которых и пытаемся разобраться. В принципе по остальному нареканий пока к этим автоматам у нас нет. Прогружаются не без проблем. Как уставка выставлена, так он согласно этой уставке и отрабатывает по его заданной время токовой характеристике. Вопросов в этом плане к нему нет. Вот такое получилось видео. У кого встречаются или встречались подобные проблемы, пожалуйста напишите об этом в комментариях. Как часто они у вас встречаются, потому что еще раз напомню, что эти аппараты у нас только-только вводятся в эксплуатацию. Вот такой получился сюжет. Кому он понравился, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет много еще всего интересного. Также не забывайте про наш чат в Телеграме. Это дружественный чат электриков в Телеграме. Целое сообщество. И не забывайте про мой Инстаграм. Там тоже я выкладываю много различной полезной информации из своих будней. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч.